Самара решила принять участие в конкурсе, который проводит Федеральное агентство по туризму в рамках нацпроекта «Туризм, индустрия и гостеприимство». Для этого нужно представить проект будущего туристического центра города. Его граница сегодня определяла специальная комиссия, в состав которой вошли глава Самары Елена Лапушкина, заместитель министра, руководитель Департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов, архитектора, общественники, председателя ТОСов, градозащитники. Условия конкурса территории должны быть интересны для гостей города. Это необычные здания, доступные для прогулок дворы, в которые может заглянуть случайный прохожий, любопытные уголки города. Звучали предложения, что пунктом отправления должно стать место прибытия гостей в областную столицу. И хотя в Самаре немало мест, достойных внимания туристов, сделав круг по достопримечательностям, они должны вернуться в изначальную точку маршрута. Изначально предложенный нами вариант. Безусловно, он логичный, безусловно, он узнаваемый жителями города. Мы прекрасно понимаем, что, конечно, туристические потоки именно на этом маршруте в основном своем распределяются, но тем не менее поступили очень здравые предложения дополнительно. И сейчас просчитаем и эти варианты. Надеюсь, что наша заявка все-таки будет логичной и правильной. После того, как участники комиссии определятся с границами территории, будет сформирована заявка. Ее представят для участия в конкурсе, который проводит Федеральное агентство по туризму. Мы понимаем, что это будет важная составляющая исторического центра города Самары с наполнением его с точки зрения туристических сервисов, с наполнением будущего дизайн-кода. Тот турист, который приедет в Самару, оказавшись на этой территории, должен понимать, что она особенная, она уникальная и она выглядит иначе, чем вся остальная территория Самара. На кону грант на внушительную сумму. В случае победы уже в 2023 году ее можно будет использовать для преображения общественных пространств на выбранной территории. Виктория Шара и Константин Головин. События.